Всем привет! Хочу показать, какой органайзер для туалетной бумаги я пошила. Я снимала весь процесс, но потом подумала, что что ваше время занимать на просмотр того, что делается элементарно. У нас такие маленькие туалеты в квартире. Наш туалет глубина сюда всего метр десять и ширина всего восемьдесят сантиметров. Еще и водонагреватель висит, поэтому такой маленький туалет загромождать еще какими-то шкафчиками для хранения. Там бумаги туалетные, освежителя. В общем, всякой ерундой мы не стали. Вот, видите, такой маленький-маленький туалетик. Это вот в трехкомнатной квартире такие туалеты маленькие, стандартные. Ну, а бумагу где-то хранить надо. И я решила по-быстрому пошить вот такой чехольчик для хранения туалетной бумаги. Когда-то в детстве была такая газетница-журнальница без вот этого шва. Просто вот так сшитая красивая такая штучка. И там хранили журналы, газеты. Ну, по такому принципу я и пошла. И в интернете я видела, что даже продают такие вот штучки уже готовые. Ну, и если можно самому все это сделать, зачем покупать? Хотя я в магазине не видела таких, видела только в интернете. Шьется это очень легко. Я уже сказала, что снимала процесс, но не буду показывать, потому что тут нечего показывать. Я взяла две ткани. Так как у меня верхняя ткань очень тонкая, я взяла еще и нижнюю ткань главсан. Я сшила их вместе, сложила вдвое, отмерила, сколько мне надо на свободу, чтобы и отсюда не выглядывал рулон, и здесь свободно входил. И остальное подвернула вот сюда и вставила от лыжи, от палки лыжной. Отрезала палочку, просунула, чтобы держалась. И получился вот такой, как сейчас модно говорить, органайзер на четыре рулона. Сначала задумка была сделать просто вот такой вертикальный. Ну, как-то получилось не очень красиво, что будет висеть такая длинная труба. И тогда я сделала вот так. Здесь не прошивала, не делала перемычку, ничего не делала. Если шить из тяжелой ткани, вот у меня есть гобелин красивый, но он сюда никак не подойдет, потому что общий фон кафеля вот такой, и унитаз такого же цвета, и как-то оно немножко между собой перекликается. Если шить из гобелина, то даже не надо никакой двойной ткани. Гобелин тяжелая ткань. Поэтому можно просто сложить, перегнуть, подшить. Ну, в общем, за один вечер я все это сварганила. На любое количество можно, естественно, все это пошить. Можно на шесть рулонов. Ну, почему на четыре рулона? Потому что мы покупаем в основном бумагу шесть рулонов. Четыре идет в запас, а два у нас идет один в держатель, один сюда. Потому что кто-то любит из держателя тянуть бумагу, кто-то любит в руках рулончик подержать. Кому понравилась такая идея, можете повторить. На этом всем всего хорошего, хорошего настроения, хорошей погоды. И пока-пока.